В Самарском поисково-спасательном отряде есть 8 спецмашин, в одной из которых мы сейчас и находимся. Здесь на стеллажах находится гидравлическое оборудование и различные бензопилы, генератор, аппараты для дыхания и костюмы химической защиты. Все это необходимо, чтобы оперативно добраться в любую часть города и оказать помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Данный предмет – это волокуши. Также действует по принципу, как акья. Сюда укладывается пострадавшим. Здесь есть ручки для носилок, здесь есть крепление для прицепления веревки и можно транспортировать пострадавшего в безопасное место. Спасатель Александр Терентьев в счет, кому он подарил вторую жизнь, не ведет. В МЧС это не принято. Почти каждый день он выезжает по экстренному вызову. Чаще всего приходится спасать рыбаков. Мы подошли к берегу, поняли, что сначала пытались по льду пройти, потом столкнули лодку и на лодке перебрались на льдину, загрузили человека, рыбака и вытащили к берегу. Мы вызвали скорую помощь, конечно окутали, пытались согреть, ждали скорую помощь и передали медикам. В преддверии весеннего половодия в областном управлении МЧС разработали план командно-штабных тренировок. В Самаре подготовку прошли порядка двух тысяч человек. Основная цель и задача наша это при неблагоприятном развитии обстановки организовать своевременную эвакуацию граждан в пункты временного размещения, подать автобусы, соответственно организовать питание, развернуть спасательные службы. Ожидается, что в зоне подтопления во время весеннего половодия могут оказаться пять районов Самары. Куйбышевский, Красноглинский, Кировский, Железнодорожный и Советский. Спасатели готовы развернуть штаб на месте в кратчайшее время. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok